И я хочу передать слово следующему участнику нашего круглого стола, это Максим Асовский, он является экспертом по практикам в области управления организационными изменениями, он в течение нескольких лет являлся ведущим международного московского салона образования, на площадке которой у нас программа форума и трансляция размещена, и он сейчас у нас занимает лидирующую позицию по разработке стратегии дорожной карты внедрения цифровых компонентов и реорганизации отрасли образования. Максим, вы с нами? Да. Все, я вас слушаю, да, передаю вам слово, спасибо. Спасибо большое, здравствуйте, коллеги, очень рад вас приветствовать, даже онлайн, и хочу сказать, что вот мы начинаем с темы образования, как бы тему подготовки цифровых кадров, хотя она не такая очевидная, потому что, ну, логичнее говорить о подготовке кадров, например, в таких сферах, как сельское хозяйство или транспорт, там это проще, а если мы возьмем, как бы, ситуацию с подготовкой кадров в подготовке, то тут мы столкнемся с очень такой сложной рекурсией и с очень сложным процессом. Получается, что мы работаем в нашей рабочей группе с преподавателями университетов, которые готовят сейчас студентов, которые потом станут школьными учителями, и они уже будут работать только, они уже будут работать со школьниками, которые должны войти как кадры для цифровой экономики в университеты уже в таких более деятельных сферах, как сельское хозяйство, торговля или промышленность. И это достаточно сложно и, в общем, не совсем очевидно современным педагогическим вузам. А должен ли сам педагогический вуз и подготовка кадров в сфере образования стать самой этой цифровой индустрией? Предлагать цифровые решения сейчас для школ, работать в них? Мне кажется, да. Потому что сейчас сфера образования — это наиболее динамично развивающаяся частная отрасль. И мы, наверное, в рабочей группе по образованию должны посмотреть на педагогические вузы, как на такой плацдарм подготовки кадров скорее для частных образовательных проектов или для таких независимых проектов, как университет 2035. Для педагогических вузов сегодня должно стать нормальным, как, наверное, и для других университетов, работа с большими форматами университетскими, такими вот как сегодня, например. Значит, педагогические вузы должны учиться у лучших компаний, которые сейчас привлекают на свои образовательные такие проекты по обучению традиционным школьным предметам по 100-400 тысяч участников. Они должны конкурировать с самими школами, если хотите, за головы детей сейчас. И переходить в более современные платформы, такие как ВКонтакте, ТикТок и так далее. Все понимать про это и готовить к этому своих студентов, конечно. Сегодня то, что раньше мы понимали как рынок для педагогических вузов, это не старая школьная система, которая вообще неизвестна, вернемся мне или нет, а частные школы, частные образовательные проекты. И важно подготовить как цифровые кадры, как цифровой кадр не исполнителя такого, как готовят, ну допустим, традиционные какие-то платформы, которые подготавливают навыки простые или компетенции в сфере программирования, IT-специалистов и так далее. Педагогические вузы должны подготовить не того учителя, который будет учить исполнителей, готовить исполнителей, а они готовить должны сегодня цифровых предпринимателей. Вот, собственно, мне кажется, на такой миссии мы должны остановиться. Максим, спасибо. Я хотела бы задать вопрос по поводу последней мысли, о которой ты говорил, о том, что мы можем посмотреть сегодня на систему подготовки школьного образования, на не цифровых исполнителей, а цифровых предпринимателей. Если чуть-чуть я попрошу тебя развить эту мысль, мы имеем в виду цифровых изобретателей, под цифровым предпринимательством, что мы понимаем? Ну, сейчас в школах явный недостаток тех людей, которые могут начать с детьми, да и в вузах тоже, начать делать какие-то бизнес-проекты, начать работать в такой сфере, даже просто с деньгами и вообще в экономической сфере. Тогда как наши западные аналоги вузов давно уже перешли на то, что дети готовят еще в университетах прототипы своих будущих бизнесов. И это очень важно для экономики, которая сегодня, значит, имеет такой отпечаток экономики предыдущего периода, промышленных предприятий, большого количества рабочих и так далее. То, от чего, конечно, в цифровую эпоху будут отказываться. И, соответственно, занять людей, тех, которые народятся или тех, которые уйдут с тех рабочих мест, которые освободят их, можно будет только собственным каким-то творчеством, бизнесом, попытками заработать деньги. Это всегда было присуще русскому человеку на нашей земле зарабатывать деньги. К сожалению, вот при социализме это исчезло, но мы должны обязательно к этому вернуться. Другое дело, как к этому переходить, вот, учитывая те платформы наши, значит, о которых рассказывала Дни труда. И, наверное, здесь должны конкурировать несколько платформ компетенций, разные подходы. Вузы должны разрабатывать разные ЛМС, в том числе с разными системами оценивания людей, оценивания подготовки. И они как-то должны плавно перетечь в школы, в том числе. Мы должны посмотреть на разные подходы и по разным канонам провести оценку квалификации. В том числе, может быть, и потому, что сейчас не очень понятна ситуация со школами, хороших мониторингов, нет тех знаний, которые есть у студентов. Нет хороших мониторингов, оценки знаний, которые вообще есть у населения. И, в общем, вот как-то мы находимся в такой точке, когда...